Всем доброго дня! Сегодня пеку бисквитный пирог с меренгой. Это прекрасная легкая выпечка к чаю на каждый день. Готовится пирог просто и быстро и для приготовления понадобится для теста мука, сахар, куриные яйца и желтки, молоко, растительное масло, разрыхлитель теста и немного соли. Для меренги куриные белки, сахар и лимонная кислота. А для пропитки вода, сахар и лимонный сок. Приступаю к приготовлению и сначала готовлю тесто. Расделяю куриные желтки от белков. К желткам добавляю куриное яйцо, сахар, соль. И взбиваю миксером до пышной массы. Затем вливаю молоко и растительное масло. Аккуратно перемешиваю венчиком массу. После чего всыпаю порциями просеянную муку и разрыхлитель теста. Аккуратно перемешиваю массу, чтобы не было комочков и масса оставалась воздушной и нежной консистенции. Форму размером 20 на 20 сантиметров я подготовила заранее, застелив ее пергаментом. Выкладываю подготовленное тесто и разравниваю поверхность. Ставлю выпекать бисквит в разогретую духовку до 175 градусов на 25-30 минут. Время выпечки регулируйте по вашей духовке. В зависимости от технических возможностей, вам понадобится меньше или больше времени для приготовления. Пока выпекается пирог, можно приготовить пропитку, которую я приготовила заранее. Рецепт и процесс приготовления описан под этим видео. По истечении 30 минут, столько времени выпекался у меня без пирог, пропитываю его пропиткой. Теперь можно приготовить меренгу. По куриным белкам всыпаю лимонную кислоту и взбиваю миксером до воздушных пузырьков. Затем порциями всыпаю сахар и продолжаю взбивать массу до устойчивых воздушных пиков, которые тежат форму. Меренгой покрываю поверхность бисквита. Формирую завитки и пики. Ставлю снова в разогретую духовку до 150 градусов на 5-7 минут, чтобы меренга сорумянилась. Готовый бисквит извлекаю из формы и даю ему остыть на решетке. Затем удаляю пергамент, нарезаю на порционные кусочки и подаю к столу. Всем приятного чаепития! Нежный, вкусный бисквитный пирог с меренгой готов! Спасибо, что были со мной! Благодарю всех за просмотр и поддержку! Приготовьте пирог, если рецепт вам понравился. Поделитесь им с друзьями и до новых вкусных встреч! Готовьте с хорошим настроением и у вас обязательно все получится! Продолжение следует...